Постановление о проведении республиканского референдума по строительству атомной электростанции сегодня приняли в правительстве. Теперь проект соответствующего указа должен подписать глава государства. И уже после этого станет известна дата всенародного голосования. Тем временем в Кабмине обсудили перспективы развития атомной энергетики. Тему продолжит наш корреспондент Анна Абрамова. После череды слушаний по вопросу строительства АЭС в Казахстане, эксперты в области атомной энергетики вместе с главой профильного министерства выступили с докладами перед Кабинетом министров. Говорили в сущности о том же, о чем рассказывали казахстанцам на встречах в регионах. О новых технологиях в сфере безопасности атомных реакторов, необходимости возведения АЭС для устранения дефицита электроэнергии и наличии квалифицированных специалистов. Впрочем, если во время региональных слушаний экспертам время от времени приходилось вступать в горячие дискуссии с теми, кто опасается развития атомной энергетики в Казахстане, то во время сегодняшнего заседания правительства обошлось без жарких споров и скандальных выступлений. Своё мнение высказал и премьер-министр. Перспектива этой отрасли очевидна. У нас освоен практически полный цикл производства ядерного топлива. Наработан опыт использования малых реакторов. Есть специалисты и ученые в данном направлении. Мы обучаем кадры в этой сфере. Поэтому, подытожил Олжас Бектенов, строительство АЭС закономерно и необходимо для устойчивой и достаточной генерации электроэнергии. После всех приведенных аргументов Кабмин поддержал постановление о возведении атомной станции. И если это решение принимали за закрытыми дверями, то сам процесс строительства и эксплуатации будет абсолютно открытым. Как для международных организаций, в том числе МАГАТЭ, так и для общественности, заверил министр энергетики уже во время беседы с журналистами. Я уверен, что для атомной станции вот этот многоуровневый механизм контроля минимизирует максимально все риски любых неправовых действий. То есть я как министр максимально буду этому способствовать и постоянно отчитываться перед обществом, в том числе перед журналистским сообществом о принимаемых решениях. О решении в случае, если казахстанцы проголосуют за строительство АЭС, предстоит принять немало. Пока определена лишь локация для гипотетического возведения атомной электростанции. И это место, говорят эксперты, абсолютно безопасно с учетом применения современных технологий. Они позволяют выдерживать и землетрясения, и наводнения, а также не навредят озеру Балхаш, воду из которого будут использовать для работы АЭС. А вот кто будет ее строить, решат после референдума в случае его положительного итога. А уже исходя из этого выбора, определится и цена вопроса. О стоимости сейчас точно мы не можем сказать, но у нас есть данные, так называемый overnight cost. Это стоимость капитальных затрат без учета стоимости денег и сроков строительства. То есть по этим оценкам показывает диапазон стоимости строительства от 10 до 15 миллиардов долларов в зависимости от проекта. А выбирать проект строительства и разрабатывать его технико-экономическое обоснование будут только после референдума и в случае того, если большая часть казахстанцев проголосует за возведение АЭС. Делать это будут вместе со специалистами из компании-поставщика, которую тоже еще предстоит определить. Напомню, что в шорт-лист потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции в Казахстане вошли организации из Китая, Южной Кореи, России и Франции. Весь процесс от разработки проекта до возведения АЭС и сдачи ее в эксплуатацию занимает не один год. Так что если она заработает в нашей стране, то не раньше 2032 года, предположил сегодня министр энергетики. Анна Абрамова, Улагат Мергалиев, Дамилий, Избасарова, Столичное бюро, КТК.